В боевых действиях на Кубе принимали участие и 11 владимирцев. Капитан 1-го ранга Александр Александрович Брагин в тот момент служил на подводной лодке в водах Тихого океана. Сейчас ветеран признается, в тот момент было довольно страшно, потому что после Великой Отечественной войны все боялись начала нового вооруженного мирового противостояния, только на этот раз России и США. Задача наша была отвлекать с Тихого океана лодок Северного флота, которые шли. Ну и, конечно, у нас были боевые задачи, у нас были ракеты, у нас были торпеды с ядерным зарядом. Конечно, все это запомнилось, потому что напряжение наше было очень серьезное. Что такое война, мы пережили, потому что мы ребята 30-х лет. Существуют сегодня не только ветеранов-кубинцев, но и тех, кто сражался в разных горячих точках по всему миру. В Афганистане, Алжире, Анголе, Сирии, Никарагуа, Венгрии, Чехословакии, Вьетнаме и других. Всех бойцов сегодня наградили почетными грамотами и благодарностями администрации Владимирской области. Некоторые удостоились медалей за исполнение интернационального долга и ордена за службу Родине. Все воины-интернационалисты, состоящие общественной организацией, уже 30 лет вносят неоценимый вклад во все сферы жизни Владимирской области. Сказать слова благодарности участникам локальных войн сегодня пришли и представители власти 33-го региона. Ветераны на протяжении десятков лет продолжают занимать активную жизненную позицию, участвуют в политической жизни региона, в патриотическом воспитании молодежи. Они всегда были и остаются самой активной частью нашего общества, которая способна не только решать многие вопросы, но и объединять людей для решения поставленных задач. На плечи общественных объединений ложатся основная нагрузка по работе с нуждающимися в помощи инвалидами и членами семей погибших. У меня сейчас мысль, я уже со многими членами поговорил, чтобы эту организацию воинов-интернационалистов вошла в состав областного совета ветеранов, где я председатель, и это уже было 25-я организация. Я почему так мыслю? Потому что у нас слишком много стало организаций, у нас очень много организаций. И вот если одна уйдет, большую организацию, это как бы процесс объединения. Помимо личных наград, отдельного внимания сегодня удостоилась и сама организация «Влазар». Ей вручили почетный знак оценки достижений организаций, способствующих процветанию Отечества и родного края. Штандарт губернатора 33-го региона. Кирилл Ужегов, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».